Субтитры создавал DimaTorzok Который перенес те ужасы Сталинградской бомбежки, видел все это воочию Человек военный, заслуженный, атаман Станицы Баррикадная, Леонид Яковлевич Наумов И Саул, так точно, Всевеликого войска Донского Я когда-то делал ему посвящение небольшое, читал его на прошлом юбилее Ну, за что оно сейчас актуально? Когда бомбили Сталинград, он был еще парнишкой Не мог за поем мечтать про приключения, книжки Как жили вольные стрелки, про капитана Немо На Волге в нише земляной сидел парнишка смелый Расскажите, Леонид Яковлевич, начиная с раннего детства О своих впечатлениях, о своих родителях, о семье Ну, я что хочу сказать Родился в казачьей чисто семье Дед был войсковой обвесчик А что такое войсковой обвесчик, это подготовка коня под казачьей седлобоевой Было у него 10 душ детей, и они двое, 12 В том числе и мама моя там была Ну, то, что я слышал сейчас, когда тех, кто пошел к 14-й год Империалистической войне, они там рассказывали Ну, своим мишкам, как говорится, переваривал это Но, вот эти самые боевые дела меня интересовали Как, что, почем Затем началась гражданская война Про нее тоже казаки рассказывали, как, что дело, к чему Ну, и подходило все к этой самой, к революции Ну, когда мне было 3 года То мама с родным отцом моим, Яковом Они разошлись Ну, инициатива была от моей мамы Она ушла И мы были вынуждены выехать с Рудпинска, в Сталинград сюда Здесь мама работала на фабрике имени 8 марта Портнихой Я жил в одном доме над Волгой, там, где сейчас молодежный центр Там стоял дом кирпичный, с красного кирпича такой сделанный Полуподвальное помещение, окна на Волгу И я частенько видел ноги перед собой Сижу и вот считаю, сколько прошло у меня ноги Это такая же картина была, по-моему, у кого? У Горького У Горького есть такой даже, как он видел ноги Но я тогда не думал, что, я как будто смотрел Наверху жила у нас юрист У нее было не право, как бы говорится Ну, больная дочка Вот она как, да, та уходит на работу мамане А здесь она свалила и на меня, и дочке И, значит, просят, чтоб я играл с ней, с дочкой Она на коляске каталась Вот она кричит, Левка Мать-то ушла Я выхожу, выкатываю ее оттуда Покатаю, покатаю Кушать пошли Вот я ее покормлю и сам там пойдем с ней Все, уложусь спать, она спать ложится Да Где тут, тут у меня У тебя Ну и вот, короче говоря, во дворе у нас жил топорник В бане стоял, в бане Он так, как запьет, так гармошка играет у него, поет он И все в доме разбиваются у него Два дня уже, так вот, что кончается этот запой его Все в дом собираются Опять слышно, как стучит, молотуха Шепотарин Ганит Вякович, вот, Сталин Рад, когда переехали Где тут жили, вот Я тебе расскажу, где я жил Где молодежный центр, в полподвале Жили мы Ну вот, давайте поближе сюда, вот Что-то печально это для вас, и боль это большая Душевные раны Ну, в 2007 году я пошел в школу Ну, именно, вот, давайте, вот, поговорим Подробнее о той бомбежке Сталин Рады Значит так В 2006 году я пошел в первый класс В школу номер 16, которая сейчас существует Есть, у кого болит, то вещает На титул Да, на титул Абсолютно верно Да, на титул Ну, как, ну, фамилия Никак не вспомнил Ну, бог с ним Закончено шесть классов А здесь война началась Все шли бои Пока шли бои на Дону И там, где железные дороги Отчим мой попал в это самое В устребительное батареон Они уничтожили первый брошенный десант на Селезнёк Бугор Там уничтожили Оттуда их прямо в сторону Городича Южная часть наша Как она называется Там танковый клим пошел немецкий И их туда, всех Истребительный батолет туда Да Вот там, где Светлоярский район Где-то, да Красноармейский Да, да, там А маму мою забрали В это время Копать Партиотанковую рыбу Подкалач И вот она там была Год проработала Я здесь один Кто-то, видно, написал И соседи Пацану-то десять лет А он у вас не прикален На день живет Тоже надо сварить И постираться И все остальное А их нету Ни мамы нету Ни отчима Нет моего Лерякин Иван Елизавич И ее туда отозвали В сорок втором году уже Вот в августе Вот как раз двадцать третьего августа Началась жестокая бандировка Здесь раньше Он бандил Встал грязь Железную дорогу Под кулачом все шло А здесь уже Навалился на город Начал бандить А вот наш Тракторник И пошло И так далее И так далее И в это же время Пошли Атаки Со стороны Волги Немецкий самолет Ну что Деваться некуда Надо ходить С мамой Собрались Котомочка У меня Выше Где сейчас Больница Больница Не Елизавича Рядом там она Рядом больница Восьмая Поликлиника Восьмая Восьмая В это время На лед идет Идет на лед И начинает бросать бомбы А мы шли Рядом с мамой И когда бомбы Я смотрел Думаю Вот сейчас Я первый раз Мама Уложить Я первый лег Она чуть позже Ее захватил То есть Она подверглась Контурции В это время Больница Еще выехала В скорую помощь И она Ее маму Я говорю Это мама Мама моя Все ее погрузили Погрузили в сторону Красавка Куда-то Я даже не знаю Я шла Что делать Сынок Иди к Волге Быстрее Он сейчас второй Закон будет Ну и я пошел В сторону Волги Либо завода Бариканы Траншеи пошли Через одну Приплючит Через вторую Тут мне кто-то кричит Ложись сейчас Бомбу полетят Я упал В трошей В какую-то Посидел Там Ну Проходит Что характерно Вот точно так же Когда эти Галки Вороны Найдят Скрепушка Нашего В полях И летят Они стаями И летят Куда-то в сторону Пахнут И между ними Разговор идет Вот точно так же Самолет Пахнут 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 Не один Два Три А сразу Десятки Соломы И сухари Лежали Я брать не стал Думал Кто-то остался А курс хочется До утра пролежала А аппетит Дает знать Курсак Курсак Да Курсак Да То хотел Выхожу я На улицу На улице На этом бугрене Где мы сидели Смотрю Дверь большая Толстая Перекрытая Мешками Три Три И в ряд Так пошли По три Высоко Но наоборот Было Соломы Вытаскивали Какие-то Солдатские Мешки Передазные И Разносятся Люди Я встал И стою Тоже Впрочем В этот дверь Глазами Думаю Что-то Бросил бы Через А простить Боюсь Был посоль Ко мне Старшина А почему Старшина Ранее мы ходили Восолихим Он был Восолихим Барак Там С одной С другой стороны Был Войкомат А Звучит А у него Четыре Три 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 Короче Три 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 Еще Називали Три Короче, я знал, что это старшина, но тогда то название какое было у нас там, среди мальчишек, я пришёл и смотрю на эту дверь толстую, она открылась, старшина раз вывезь проводил, а то до тебя пошёл вовы и по траншею два, три, четыре, он подходит, ну ты чё стоишь, куш хочешь? Конечно, хочу, ну и снизились кусочек колбаски, хлебушка. Ну вот видишь, а Господь услышал о них-то. Да, ну иди заходи сюда, набил этот самый мешок, положил туда гранаты, теперь от саперной лопаты, лопатный миномёт минув, а взрыватель сами, связав, аккуратно связанный и метром два от меня я, то есть я сумку точу по земле, здесь мешок, там значит колбаска есть, хлебушек есть, там соли немножко есть, галеты, ну и дальше гранаты и взрывалась вся вот такая штука, патрон ещё. Ну то, что можешь так тащить, могу. Ну тяжеловат, конечно, больно, ну и полдёшь, тащи её. А почему взрыватель, чтоб попадёт тогда всё только на воду, на воду. Угу. А где-то они вот. Угу. Вот когда зачем не дошёл к третьей траншеи, мне машет рука, иди сюда к нам. Я пришёл, отдаю им мешок, они разбирать начали всё, благодарят меня, отдают мне пустую сумку и я вниз ушёл. Ночь поночевал, назад шли день опять. Иди опять туда же, вот в траншеи. Прихожу, и что я вижу? Кровь скрывала, куски мяса. Всех полных попаданий в траншеи было. Всего никого нету. У нас встают из другой траншеи. Давай к нам в цынок иди сюда. Ну, подошёл, так же разгрузился у них. И опять ушёл, вот весь мешок отдал. И опять здесь, опять ночью, сам переодеваюсь здесь. Ну, короче, это было в 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. По 27-ю бомбили. С 23-ю по 27-ю. В 27-ю там был. Короче, вот там был так август, сентябрь и октябрь. Три месяца там проблемы. Угу. Вот и что. Раненых потом вот там на берегу. Явы были вырваны. И убиток туда складывали. Угу. Убиток много было. Ну, в сути, если... Я просто стояла вторая... 38-я Гуртьева. У Корника. А потом пришла 138-я Балдейская. Я от неё. Вот, слушай, две дивизии выходят. Вот я хотел к раз вопросу вам задать. По правому берегу Волги. Какие части стояли? Обороняли вот. Остров Людниково. Ну, тут 38-я, 38-я. Ополченцы... Под командой Ченцову я этого... Велёк смотрел, как жил. Конструктор-то наш. Ну, и смотрел. Пятьсот, вот так. Ну, вот они между заводами-тракторами и барриканами эти части стояли, да? Обороняли. Оборонили. Оборонили. Они стояли... Да, они не наступли. Именно и к нам были. Из стороны Волги. Часть. Часть здесь была. А... Да. Их вообще-то четверо было сначала. У нас даже четыре связисты есть там. Нет. Это связисты. А это охрана была. А охрана? С нашего. Да. А вот у них позывной жроролик был. Жроролик был позывной. Да. Вот они там на берегу или корректировали. Это уже сделали потом. Высили их туда. А они были здесь. У них была интересная, так сказать, тактика их введения передач и прочее. Значит, передают они. Их окружают. И окружили на то, что они не успели спуститься вниз. У меня есть автография, куда они уходили. Они не успели. И вот тогда они берут открытым текстом и передают в эфир. Окружение. Вызывали огонь на себя. Да. Окружение. Погибаем. Но не сдаемся. Угу. Просим. Ролик просит вызвать огонь на себя. На них. Угу. Ну и огонь прошел, и всех их положили. Все. И там что-то стоит, сколько, да? А полчаса. Угу. Там больше было их. Ну, получается, вот их мешали. Ну, ясное дело там. Сколько восстановили, начали там. Да, да, да. Погибло их больше. Угу. Вот такая вот картина. Это, это там. Ну, дальше. Два раза ходил я за Волгу. Один парнишка там был. Ну, старший меня, может быть. Был на 34, но мощный такой, массивный. Угу. Ну, может быть, что угодно. Он что-то прихрабнул. Волг там был спрятанный наш. Ну, садись. Повезем раненых. Угу. Сел я с лопатой. Сижу деревянной лопатами. Она на корне помогает. Угу. Угу. А я умел это делать. Ну, с Улютинской еще приучился. Угу. Угу. Значит, двое лежали на полугу. Вот. Два сидели на сладях. Угу. На сладях. Два. Этот, который... А, сладь, вот такая большая парня. Значит, в одной... А он сидел один. Он один греб. А я сзади. Вот. Мы прошли туда, где сейчас плотина у нас. Угу. Вот это место все прошли. А по левому берегу там лес был. Весок такой. Кустарников и прочее. Кустарники зашли. Нас выгрузили. И куда-то там, конечно, в скорой помощи. Подъехали в машине. И забрали. Ну, у нас так дважды четыре человека. Забрали. Так переночевали мы у них. Чайку попили. И утром нас загрузили. Патроны. Пища. Прочее. И мишесвет на рассвете. Опять вышли на центр. Волги. И начали справляться. Оттуда. Костролюзников. Причаяли. Опять такая же картина. Нас разгрузили. Мы передохнули. И наутро. Два раза мы сходили там. А дальше куда-то он пропал. Где-то погиб, наверное. В общем, короче говоря, так над Волгой. Огонь был страшный. Немцы весят, сидят. Ну, высота такая. Ну, четыреста метров, триста метров. Вот так. И падает, и зажигает. С парашютами фары. Осветительные. Горяло. Трескотня пулеметная. Вот. И наши орудия били с той стороны. С джальцев. С джальцев. Угу. Били по этим. По корректировке нашего ролика. Били туда и дальше, куда там шаг. Я не знаю. Да. Глянет я. Я его не видела. Где-то погиб. Ну, наверное. Вот. А как сложилась Ваша судьба вот после освобождения Сталинграды, после прорезов третьего года? Ну, здесь что? Во-первых, когда мне задавали вот это, вытопнули задание. Страшно было. Ну, слава Богу. Ну, я что хочу сказать. В душе скажу честно про всех. Вот что называется? Куртицы. Знаешь, что я такой? Куртицы. Показать. Куртицы. Куртицы. Да. С задницы так вжимаются. Ну, не знаю. Вообще-то у нас и кутья есть. Это тоже корень-то один, в общем. Один же корень. Только лишь разный. У тебя поминальный, ага. Ты понимаешь, как в общем, там вжимаются вот здесь. А потом привык. Очко играет. Вот очко играет. Ну, тогда я не знаю, что это очко. Вырежет. Вырежет. Ну, короче говоря, вот так продолжалось. Потом пропал мой этот. Который перевозил. Я где-то утопил. Ни ротки нет, ничего. Ну, а тут продолжалось еще это. Перетаскивание. Продовольствие. И водоприпас. Туда. Два раза они прорывались у нас к Олге немцы. Угу. Они через Красный Октябрь как-то просачивались. И вот однажды я, значит, вылазил все это в свои навыки. Давай, вот после 43-го года, вот как сложилась судьба, уже все. Немцы армию Паулисов гнили, все уже. Да, разбили когда двух дивизий, осталось где-то 432 человек. Дальше как пошла твоя судьба? А судьба моя пошла как? Ну, меня вывезли в Ленинск. Так. С ранеными. На Тустово. На Тустово, в Ленинск. Пошел я в это самое, где регистрируют всех прибывших и убывающих. Угу. Угу. Когда я пришел, он сказал, почему вы смотрели за Бори, твоя мама здесь где-то лечить должна. Она каждый день приходит и ищет тебя. Ну все, и действительно, я нашел ей мамину адрес, где она находится, и мы с ней встретились. Маму как звали? Антонина Петровна Наума. Антонина Петровна Наума. Угу. Ну вот, мама говорит, вот так и так, сынок. Чтоб было на месте, никуда. Будут нас вывозить. Вот у меня единственное, как-то я не пойму. Или нас на машине вывезли, там в Зенебек. Угу. И сразу в заводе погрузили. Вот как вот у меня здесь вот, ну я помню, что, когда мы, свободно не может быть, мы вывезли, наверное, мы на машине соштем, из завода вывезли. Выгрузились, рядом озеро Соленое. Парень молодой там был. Угу. Он на маму Петровну тел, потому что, на лочь какая-то есть, есть. Давай нам, пойдем, лень на озеро. Мы разулись и зашли. Как загорелись ноги, ну я молчу. Соль, да. Угу. Я молчу, что со мной творится. И он набрасывал этой соли. Так, а у вас еще ничего не найдется, надо еще сумочка есть, давай. Затем надет пошло. Говорят ноги страшно. Угу. Даже когда мы приехали в Юргу, в Юргу, в самый вагон. И вагон пришел, погрузили нас в вагон. И мы тронулись до Дженебека доезжали в левый стол. Устали смотреть в поле. Бугарки какие, бугарки. Это оказывается, да, и перевернутые сгоревшие вагоны. Вот такие же оказывается. Здесь везли этих... Веженцев из баррикад. Из Красной Октября. Там, где ты хочешь сейчас съездить на то место, да? Да, 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 да. Угу. Моледен отслужить. Вон. Значит, когда мы смотрим в окошко, я на втором этаже спал. Вторые, наверное, мои были. Мама внизу. А я наверху. Не только я там один был. Там у нас лежат 6, наверное. Так же внизу там. Угу. Ну, вот открыт у меня этот, парковка. Металлический. И вот видели, что такое. Когда мы приехали в зербу. Я говорю, мам, ты задай вопрос, что было. Оказывается, перед нами шло два шалона. С Красного Октября. Из баррикад. И немцы часто ее разбили. Сожгли. И даже убегали люди. Догоняли их и добивали там. Вот такая картина. Почему у меня есть даже снимок этого дела? Угу. Это показывал, да. Ну, батюшка же пообещал, что съездим. И молебен нам служит. Ну да, надо. Надо. Вот. И приезли по дороге нас. Приезли нашу дергу. Угу. А еще отчим. Еще мы не встретились с ним. Он потом приехал на заводе. Занимался отправкой оборудованием. Угу. 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 У у АИСССР. Специальные сумки такие, на первый, на второй, на третий. Есть один, по одному стаканчику, вот такой, видите, масло, по-моему, два. Я искал, что такое, ну, лишник. Ну хорошо, при советской власти о людях не забывай. Это не о детях, не о это. Давай поближе к баррикадам, вот подойдем. Вот я знаю твоя детская мечта, да, она и сейчас у тебя еще есть. Это ты всегда мечтал о небе. Вот давай поближе к этому. К небу. Да, как пришел на баррикады. Приехал я сюда. По конструкции Скальберло, да. Приехал я сюда. Значит, в футбол я играл как раз в «Зените». Угу. Как же был фамилия? Галкин фамилия. Их там семья, династия. Галкин сам. Так, ладно. Ну, футбол играл. Футбол играл я. Галкин, сестра, талант. Ага. Дальше что? Играю, да, второй танк идет. Уже на этот танк. Ну, что-то я в танк. И я ушел на два года раньше, чем был в 28-м год. Угу. Человек хороший был. Я ему слушаю тебе, я говорю, не могу я здесь. Брат Удорев остался с ним, Петров Удорев. Угу. Ну, о нем мы поговорим еще. Вот. И, короче говоря, с едой плохо, с тем плохо, с другим плохо. Я говорю, возьмите меня куда-нибудь. В пехоту или куда-то все равно. Ну, нет, нет. И взяли меня в школу, в весеннюю школу. Сейчас скажу, как в Победенград она. Вот. В пехоту. Угу. Заканчиваю я ее, выпускаюсь. И я их отправляю как раз в Ловшу, в Белоруссию. Там, где испытали Катюшу. Там, где Катюшу, да. Да, да. Выходила наберег Катюшу. Такое дело было. В 41-м году. Да, было такое дело. Ну, короче говоря, когда я прибыл туда, там, как же кого, то нас делать было мало. Мы-то заканчивали в школу-экономер на Ту-2. Угу. Духмоторный бухгалтер. Причем мы заканчиваем и являемся хозяином от самолета. Угу. Техник был только в 12-м. Угу. А все механики были хозяином самолета. Угу. Доверие большое. Мы практику проходили, там же, чтобы у школы, а учились, ну, вот, вот, в Варшаве, посморевался. Ну, что, собрались уходить, что-то? Да нет. Не жуковый. Да, не техник. Ну, короче говоря, я еще работать не начал здесь. Угу. Только устроился лекарщиком. Не заводил. Угу. Ну, начал уже работать. Даже как-то сумел на третий разряд взяли. Получалось у меня неплохо это дело. А лекарство это следствие высшего, высшая категория слесарщиков, я стал следствием. Угу. И у меня получалось. Я начинаю делать, то есть понятие у меня произошло быстро, как это убирать. Эти пятна, темные, и чтобы светлые были. Ну, обычно берешь и вот плитнишку делаешь. Ну, целый, целый, это самое, целый на окон. И меня забирали. Второй тайм нашли играть, а с трактором мы играли. Первый трактор, первый тайм мы забили. И играл я в третьем цехе. Лекарщики там. В третьем цехе, забили мы два мяча. Во втором тайм как раз пропускаем один нам, два длина. Ну, в наш поезд пока идет, а потом все равно выезжали. Смотрю, бежит Никитин Геннадий, мы с ним вместе работали. Он только на входе не сейчас, аэриканчиком. Он бежит и по местке в руках. Леонид, все, раздевайся, нас с тобой забирают в армуре. Ну, все, стоп, рук подняли. Быстро себя снимать. Тот угод у меня, да. Мама оставляет майки. И, там, зенит написано. На моих хватах. Майки, трусы оставили нам. И эти вот, ветры. Бутсы отдали мне. Бутсы отдали, свои черники одели. И бегом, бегом, бегом домой. А мама в это время была у меня в рюкзице. Не было ее здесь. Короче говоря, значит, так, мы все эти проходные получили. Документы, питание, на питание и все. Ну, все как есть. Воины уже в будущем. Ну, поехали. И смотрю, мне кричат там. А вагон набитый. Смотри, кто здесь на углу. Я говорю, я. Вон, мама твоя бежит. Она бежит, спотыкается к вагону. Не успела она. И передает мне такую рыбину, это широкоспинку. Передает мне туда, значит, так. От нее, от мамы. Я беру широкоспинку, поставил, кто рядом, бороздал. Говорю, я так, вон, я, вон, я, вон. Ну, и мы поехали. Приехали в часть военскую, в Ворсу. Где, как раз, катуши наши, бороздавали. Прибыли, там никаких по ТУ-2 нет. И понятия не мели. Это же ближний бой ТУ-2. А наши-то до веры находили. Тут 4-й. А у них там были 18-й американские стояли. Ну, мы пока на них туда-сюда... Полент-Лизу получаем? Да, Полент-Лизу. Получилось... Нет, это не Полент-Лиза. Или Трофейный. Это получилось как... Целое крыло было. Или крыло, как дивизия наша, американская. Да, вот это крыло, которое стояло там, в горах было слабее. Партизаны договаривали так, на немцев. Что не выдержали. То есть на американцев. То есть немцы на американцев. А партизаны, немцы побили там. Ну и вот и ждали, конечно, в Советский Союз. И оттуда пришли самолет и сбросили нам, на самом деле, летчиков и спецохрану. И они угнали всех сюда, к нам. Машина, чем характерно? С трехматерного мобланировщика. Изготовлены хорошо. Проводнельские моторы. Чистота, порядок. Но у них так, куда ни зайдешь, где есть место, стрелка воздушная, борт-инженера, борт-техника. Там по-рубому, а тебе, извините, женщины. Голые женщины. Американцы, да. И у них нарисованы были на борту. То женщина с леденым хвостом, то еще что-то. Ну, короче, вода. Ну, если американский летчик назвал имени своей матери и нового Грей, и потом малую сбросил на Хиросиму, то кто он такой после этого? Вот так они уважают женщин. В общем, короче, когда наши на Б-29-е сделали ту четверди, на которую мы потом пришли служить, тоже сделали по типу американского Б-29-бомбланировщика. Высота у него более десяти. Вот так десять. Скорость идет. Как бомбили Хиросиму на Ацать. Да, ну и наши бомбили, Берлис бомбили. Ну, наши бомбили. Херсинки бомбили. Херсинки, интересно, наш отряд прошел, бросил бомбу нашу. Ну, пяти тонн кинули. И Херсинки, как правая сторона бомбардировки, левая, всегда левле. Я не капитурирую. Вот после нашей бомбили, и все, и накрылся на этом бомбе. Ну, вот такая досталась. То есть, ну, мне это досталось тоже, как и какие, 18-е. Ну, мы их, собственно, не учили. Так, знакомились, лазерные, действия. И потом нас раз, и чтоб на переучивание. Кто хочет быть офицером, пишем. И вот тут я ушел в Казань. На Казанский завод специальный. Потом пусказанского завода на моторный завод в Пермь. Моторный наш, а шаши, с М3, так они знают, что. Уже на ТУ-4. И на, тут, на это самое. На завод, умеясь и с моторного, Клижечка, как завод офицерный я. На моторном заводе я немножко дал маху. А какого маху? На этом мне все пятерки идут. На Тупольском заводе. Все буквально. А на этом заводе я получил где-то розе, посредством нас. А начальник курса был у нас первый занеситель Александр Швейцов, главный конструктор. И получилось как? Девушку со мной провожал. И до утра ездил провожать ее, а то он пешком шел. Боже мой, пришел, лег, уснул это принимать с нами. И я уснул. А поскольку я так ждал, встать, всем сидит. Отчитал меня, да не встал, и говорит, если ты у меня сдашь на тройку, это будет хорошо тебе. Не зря проедет ты к нам. Смотри, ну куда смотри, когда была я слепая, что смотри. Я как балбет, не могу. Ну короче говоря, две тройки, а там и четверка у меня. Вот Леонид Яковлевич. Для восстановления памяти погибших на острове Людников, да? Вот вы с своей женой, другом, соратницей она вам была с Ниной Ивановной. Да. Много писали в архивы, в Министерство обороны вы мне показывали. Вот документы. В общем, долго и кропотливо пробивали все, да? Да то что. Рутинно через чиновников. Да. Ну вот расскажет подробнее вот о поклонном кресте и о тех плитах, которые там... Ну с плитами у меня как бы было, двести, 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 двести пятьдесят, что ли я человек поднял. Ну пришлось ковыряться там, это не так просто. Причем, что характерно. Я ни одного не встретил, чтобы было написано. Граунты дали какую-то человеку или медаль какую-то. Ничего. Вот это я даже возмутился. Как же так? Ну как же так? Люди воевали, погибли, удержали. Ага. И те, которые легли, значит они-то являлись тем храмным предказовением для немцев. Ну да. Вот. И так что сейчас благодаря этого Карпова, братья Карпова. Да, ну мебельщик. Да, он выделил деньги на мраворное изготовление. И вот по моим документам сделал. Единственное, что мне не так. Если у меня был как Петров, Виктор Васильевич, примерно. А у меня Петров ВВ. Ну это уже... Конечно, нельзя. Потому что очень много бывает однопамильцев. А у меня было... А я могу показать, у меня есть. Она здесь. Ну и написано. Такой-такой. Такого-то года. Самый. Хотя будет там, где у него родня есть. С кем он был? Офицер, сержант или рядовой. Так. Какую должность занимал? И как погиб? А его прям Петров Иван Петрович полностью раскрыт. Нет. Ну, визита уже за денег, что ли. Вот то, что я написал. Причем я два варианта делал. Первый вариант общий. А второй вариант сделал, что я рекомендую. С какого мрамора. Сколько надо. Видел мрамор серый, красный. И это самое, как же его... Черный мрамор. Да нет. Все это расписано. Какая цена. Я специально интересовался. Ходил и прочее. Это вот приложение было туда. Они у меня есть. Из приложения всех. Ну, сделали вот так. И то спасибо за это. Ну, дело в том, что у нас красного мрамора, а черного тем более. Это большой дефицит. У нас его нигде здесь не производят. И привозят откуда-то оттуда с Уралом. Да, да. Большие деньги. Сейчас ты у меня сделал на черный мрамор. Ты видел? Так. На черный мрамор. Ну, они тонкие там. Что-то там. Тонненькие. Все финансируют. Фамилия. В.В. Конечно, Виктор Васильевич. Угу. А у меня же полная развертка. И тот человек подходит. А вот раз. Ну, когда вот летом. Позапрошлый год. Или прошлом, не соврать. Наверное, летом прошлого года. Приезжали в Средней Азии. Угу. Они, даджики, узбеки. Один из них работает здесь. И вот как раз над трактором. Как выходишь у них с этого. С ворот. То налево. Здесь посадки. Садик небольшой. Угу. Перед ним было их не это. Ну, как бы палатка. Угу. Ну, накрыли стол хорошо. Прочее. Включено было радио. То есть, этот продукт работал. Все время. Ну, у нас там чего-то 25-30 было. Даже был этот, как его. Ну, хозяин этого. Вот это. Маман Курган. Как его. Полковник. Сейчас все другое. Да они меняются там. Ладно, бог снять. Короче говоря, когда я с ним разговаривал раньше. Я думал, то меня... Директор музея «Высота-102»? Да, да, да. Угу. Когда я ему сказал, вот так и так. Он, не может быть. У вас нету. Я ему даю копии. Я говорю, никуда подлинники. С печати все же. Он, нет, 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 нет. А когда они приехали, и он так был. Я подхожу к нему, извиняюсь. Ну, есть ополченцы на защите. Угу. Есть. Я говорю, вот так, дорогой мой. Ага. Вот из-за таких, как вы, у меня взорвало. И люди страдают. Да, 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 ничего. 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 Ага. Уже ничего. Да. Ну, в общем, поработали. Сейчас вам и хвала. А не, не вам, не вот, расскажите, как о человеке. Она через большой буквы. Как хозяйка. Как жена. Угу. 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 Легко было жить с ней, очень легко, причем, что характерно, она чем-то напоминала казачьего, она северянка, привычная к тяжелому триду, буквально, она быстро пошла в казачьего. Ну, она корреспондентом азиат казачьего, не штатом, да. Одну только я не пропустил, когда грязала статью резкая, ну здорово, а то, конечно, накало пошли, она вот на этой волне, что творилось у нас в казачестве, она начала статью, я говорю, знаешь, вот эту давай, так, оставим ее на память и все, я говорю, это не пойдет, чтобы не иметь никаких мероприятий. От кого? Лишних слов. Молодец была она. Ну, что, она очень грамотная тоже была. Ну, когда уходит блесткий человек, это всегда большая боль, духовная связь обрывается, ну, помним мы их. Недавно вот завод баррикады отпраздновал свое столетие. В котором я был? Да, в котором. Вот. Да. Вот. И вот мы... Вот смотри. Ага. Вот, видишь? А он нас с вами поторопировал, что Николай Васильевич нету, не дал? Подожди, ничего не дал. Мы же с вами вместе готовили экспозицию, это у вашего брата Петра, там, доктора Владимира, но он поторопировал, ну, бог сняв. Вот он. Вот. А Петре расскажите. Это он же, кроме того, что художник, он еще и конструктором был завода баррикады. Вот, помимо всего, я тебе скажу, он в отечественную войну был, вот, наводчик, миномет, вот этот большой заводчик. Вот, у них стоял дивизион этих минометов, вот этих больших. Куча, говорит, у меня, ящик в отечественную войну был, ужас какая. Тех там накладывают, тут находят, а мы держимся. А как корректировщик у нас был бывший морячок, личный, сидел в зубе, собрался туда и корректировал огонь. И вот там подходят эти небеские бортовые машины с немцами. Он дает точно наводчик, причем да вот так. Я только раз, 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 огонь. Бах! И прям в машине треск. Я продержался там до конца. Все эти расстреляли мины мы, уже нет ничего, что делать. Последнее. Закладываем мины, насыпаем песку туда. Ну, заложили, ну, знаю, чтобы. Орванули веревку, дернули, ну, ствол разнесло. И мы пошли, пошли уходить, уже все. Вот тут его как раз и ранило куда? Вот как раз его ранило вот сюда вот. Честь выдало ему, кровище рьет. Он поднимается, а уже на горе новое подразделение стоит. Уже приготовились. Это вы там, ребят, стяну, спасибо вам. Ну, и все. И нас, говорит, погрузили в машину и в тыл отвезли. Ну, где-то я в тылу пробул. Вот я смесь. Сними, да, вот он шлейф стоит, да, да. Да, вот он. Это же брата, блядь. Нет, у нас. Сними, подожжай. Да я сниму это, потом, потом, да. Короче, у него так, у него три ранения. И все вперед. Ну, судьба его хоронила, художник он талантливый. В общем, умер своей смертью. Были мы у него на похоронах. Вот, о ваших заслуженных нарадах, это мы заводить будем очень долго. Наши уважаемые казаки у вас это все сняли. И все это дело обнародует. Поэтому переходим к следующему вопросу. Ну что, ты как этот симфония? Я же не готовлюсь. Есть это самое такое выражение, не томи, мы затомим. Ну, конечно же, и это нагреть, нагреть пока уже. Вот вы прожили яркую, долгую жизнь. А не сбывшиеся, не воплощенные мечты. Много остались? Много остались. Вот обычно, значит, мудрецы говорят, что человек должен прожить полный круг. Это четыре воплощения по 21 году. То есть полностью это 84 года. А я тоже уже больше. Да, 21 год и прочее. А вы уже пошли по пятому кругу. Еще мечтаете, значит, душа еще молодая. Еще будете долго-долго жить. Ну что, уважаемый Леонид Яковлевич, я хочу вот несколько слов сказать. Вот этот человек, он мне когда-то с 2000 года стал как родной отец. Я в 2000 году схоронил свою маму, был тяжелый для меня очень год. И, значит, попросил Леонида Яковлевича, поскольку тоже на баррикадах работал, чтобы он сходил к моему начальнику цеха, к Меркулову, Егорову Васильевичу, и сделали маме, да, моему крест. Вот. А как раз и были рабочие дни, значит, на похороны пришли Чесноков, покойник, да, Василий Иванович, вот. Ну, батюшка был. И вот девятый день, значит, а Яковлевича нету. Стоим, ходим у подъезда. Чесноков, значит, Василий Иванович, вот стоим и волнуемся. Я говорю, ну, на Яковлевича не похоже, он человек обязательный. А там, значит, кинотеатр Юность, где было, сотый дом. И там ступеньки вниз спускаются, и там дома стоят вот так вот, где жила моя мама. И вдруг у меня Чесноков, ток под бок, глянь, спускается в полной форме наш Яковлевич, а на плече несет крест, который сделал, собственно, ручными руками, без гвоздея, на шпонках. Вот мы сразу там работали рабочие, пошли окунули его вниз, чтобы вот это не заняло смогу. Смолу, да. А Чесноков как раз дежурил, там магазин строили, вот, отнесли на ночь, я его пролипил, значит, покрыл лаком, и на утро, значит, на 10-й день, мы поехали и удрузили крест на могилу моей матери. Ну, все правильно сделано было? Все правильно, по законам. Все правильно сделано, да. Положанная вера. Все, молодец. Вот. Ну, уважаемый наш дорогой, спасибо тебе, что выслушал нас, потерпел нас. Девчатки, ничего. Спасибо за беседу. Ну, это не последняя беседа, я думаю, еще немало ты сделаешь хорошего для столицы. Ты вот эту вот, это ты смотрел? Нет, это я тебе хочу. Что такое? Ну, подайте книжку там. Вот что такое? Везет же мне. Мне на это... Нет, нет. А, я думал, что-нибудь мне подарить. Нет, нет, нет. Нет. А вот где, где эти? Альбомы. Вот я вам покажу сейчас. Вот этот? Нет, альбом. Альбом? Угу. Нет, нет, там большие альбомы. А, ну, мне тогда надо. Давай сюда положим. Ага. Они там не будут. Ну, мы не будем вот сами, как их, в раму, как их в раму, и не будем и баланс. Вот это архивиста, пускай занимаются. Сюда. Подожди, вот здесь я как раз хочу. Угу. Вот, показать тебе. Так. Только одна бумага куда-то у меня исчезла. Ну, ты это видел, нет? У меня. Вот это. Ну, да, показывал-то. Угу. Это одно. Не ворачиваешь. Вот оно, Благодарственное письмо. Так, вот, и вот это, Благодарственное письмо. Только вот такое вот куда-то делается. Ну, читай здесь. Спасибо. Ау, Леонид Яковлевич. Ветеран труда, участник сражения в период Стальнорадской битвы на острове Людниково. Член Совета Стариков, Павлово-Радского казачьего округа, войскового казачьего общества с Великого войска Донской. Вот это раз. Все, сюда. Угу. А это уже свет работы моей. Вот она, красавица. Угу. Ты даже не видел или видел? Ну, как же. Не видел. Я их вживую видел. Я же работал рядом у нас цех 38-й, где эти болванки делают. Да, болванок сильный. Уважаемый Леонид Яковлевич. Так вот. Саяпин, начальник Агела ТК, ШКАД, Карабан. Карабан похоронил ее. Угу. Так. Адрис, Псюки. Ага. Съездим. Батюшка обещал, обязательно съездим. Полетит там отсюда. Такой. Надо. А то, что надо надо. Вот все. Ну что? Все? Терриста. Chinese. Угу.